Привет-привет, мои дорогие друзья! С вами человек, который безумно редко появляется на своем канале, и имя мне Сина. Однако я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости сегодня. Взгляните в окно, там разворачивается самое настоящее летнее безумие. Как вам погода? Как вы проводите эти дни? Лично для меня лето это всегда какой-то дамоклов меч, висящий над твоей головой в мае, а потом со свистом падающий вниз, и вот он раскрашивает все твое сознание, все твое состояние, в какую-то мелкую кашицу, а в виде амебы лежишь ты потом на диване ближайшие три месяца, ну, в лучшем случае, два. Не люблю лето, выходишь на улицу, обязательно чешешься из-за аллергии, думаешь о том, как же классно было бы, наверное, ходить в паранже, и как бы классно было бы искупаться в каком-то замечательном водоеме, а рядом только речка Вонючка, если ополоснешься в ней, то вырастет тот третий глаз или восьмое ухо, в зависимости от обстоятельств. Ай, лето, остается пожимать плечами и слушать детские вопли под окнами, слушать то, как люди наслаждаются этим самым временем года. Наверное, я слишком как старая бабка говорю, но да, я жду зиму, я жду, когда будет милый, прекрасный, пушистый снег, обязательно будет грязище, никакого снега, все подтаявшее и плюс пять, естественно, так всегда случается. Но в моей голове до сих пор засела эта самая сказочная зима. Ладно, надеюсь, что ваши дела действительно неплохо, я, наверное, поповествую, почему я опять куда-то пропадаю, ну, собственно, я заявляла, что июнь будет не самым богатым месяцем на выход каких-то игровых проектов, на выход хоть чего-либо еще. Да, мне очень захотелось вернуться в Dark Souls 2, собственно, что вы наблюдали на канале где-то две недели назад. Мне надо будет еще заняться боссами, все никак, я даже в Steam не могу выйти, время не позволяет, вот такие вот дела. Надо будет вернуться к боссам, мне очень понравилось заниматься монтажами подобного плана, а так как сохранения потерялись с моим магом-неудачником, то, понятное дело, я вот создала такую голую женщину в изящных перчатках. И посмотрим, посмотрим, к чему это приведет дальше. У меня очень сильно заболел младший кот, имя которому Чупа, и который весьма-весьма странный. Мне больно было, больно наблюдать, как он угасает с каждым днем, я уже практически повесила руки и думала, что все, придется с моим любимым котом попрощаться. Но благодаря некоторым людям, которые прям действительно мне безумно сильно помогли, и в плане поддержки и материально всем, чем только можно, мы вытянули Чупу, и теперь он будет жить, и он будет снова радовать всех своим неадекватным поведением. На волне вот такой вот любви к животным я приобрела себе третьего жителя, и это оказался не какой-нибудь таракан, паук и прочие странные гады, это маленькая рыбка по имени Евгений Петрович. Второй. К сожалению, второй, потому что первый умер смертью храбрых после дня существования в банке из-под огурцов. Там еще были помидоры, значит, это все-таки было маринованное ассорти. Да, Евгений Петрович этого не выдержал, но зато второй. Евгений Петрович очень здравствует и примерно около пяти дней радует своими плавничками и чешуйками. Он очень красивый и очень забавный, воюет сам с собой, и воюет с какой-то зеленью, которая у него в аквариуме находится. И недаром петушки называются бойцовскими рыбками. Забавно подносить, например, к стеклу зеркальце, и он тогда растопыривается весь, как будто видит соперника, и начинает набрасываться сам на себя. Ну да, все неадекватные животные обычно живут у меня. Из-за того, что мама не разрешала мне в детстве заводить никого, и я вполне ее понимаю, она безумная аккуратистка, ей не нравится ничего лишнее, что находится в доме, и может попортить мебель, оставлять шерсть, и совершать какие-то такие стандартные бытовые животные косяки. Поэтому я только с попугайчиками жила, и то я не помню, что я сделала для того, чтобы мне приобрели попугайчика. Наверное, ныло долго. Думаю, что так. Это была система выманивания. И сейчас я отрываюсь, отрываюсь. Если бы мне позволяло место жительства, я бы еще себе завела какого-нибудь маламута, классную большую собаку. Эх, мечта, мечта. Но думаю, что все-таки собака останется мечтой, ибо это действительно неимоверно большая ответственность. Евгения Петровича ответственность немало. Тут еще будет 90-килограммовое чудо-юдо шерстяное. Вот такие вот, представляете, у меня дела. Все остальное время я в основном ночами тратила на работу. И сейчас тоже этим занимаюсь, потому что мне необходимо в ближайшее время, прям сроки очень сильно поджимают, сдать свою художественную работу. Но тут такое дело. Если у тебя нету муза, то и руки тоже опускаются, и ты вроде бы уже ничего и не можешь писать. Что грустно, как вы понимаете. Ну и как-то я с этим делом справляюсь. И даже несколько небольших очерков таких я решила поведать самой себе и написала немного в стол. Потом обязательно познакомлю вас с данными произведениями. Сейчас хочется просто немного их подкорректировать, ибо там очень много бредятины в них располагалось. А так, сейчас читаю рассказы. Решила пройтись по рассказам Чехова, перечитать все его работы, именно связанные с короткой прозой. Взяла тут себе на самом деле сборник рассказов под названием «Лавка дурных снов» Стивена Кинга. Я очень разочаровалась в этом писателе в последнее время, потому что считаю, что он исписался. К сожалению, его переводят в Россию еще весьма и весьма плохо. Я вот даже загляну, если это Вебер переводил, то все понятно. Нет, теперь перевод с английского кого-то другого. Ну, собственно, не суть. Дело в том, что раньше Кинга всегда переводил Вебер, а данный переводчик, я не помню, по-моему, это даже женщина или мужчина, но не суть. Упускал все тонкие, довольно какие-то юморные моменты, написанные на американском английском. И в русской адаптации это все так было блекло и даже временами глупо, что читать книги хотелось именно на языке оригинала. Я вот так как раз прочитала первый раз «Мешок с костями». И в оригинале он мне понравился гораздо больше, чем, например, было издание АСТ, вроде бы, в свое время именно, господи, издание, в общем, наше российское. Но сейчас, знаете, последний сборник рассказов Стивена Кинга мне не только пришелся по душе, но я нашла здесь рассказ, который действительно считаю безумно сильным произведением. Он очень короткий, и он очень емко описывает то, что в нем происходит. В нем замечательное начало, очень цепляющая середина, а финал, финал с иронией, дикой долей сарказма и какой-то невероятной грустью. Я вчера, когда закончила читать, собственно, я сидела, наверное, несколько минут и пыталась данное переварить. И я подумала, Кинг... Кинг не пропащий писатель! Это действительно прекрасное, достойное произведение! Конечно, в русском переводе оно, опять же, лишилось некоторых прелестей, но... настолько в каждой букве, наверное, прослеживался кормок Маккарти, я не знаю, почему, но, возможно, Кинг вдохновлялся некими его работами. Именно письмо Маккарти прослеживается через все письмо Кинга. Емко, красиво, здорово! Рассказ называется «Гармония премиум». Если вы, в принципе, ищете какие-то книги в интернете, я думаю, что вы данное небольшое произведение тоже нароете. Очень советую вам прочитать. Даже будет интересно услышать ваше мнение на этот счет. Рассказ написать гораздо сложнее, чем роман. В романе человек позволяет себе лить огромное количество воды, то есть растекаться мыслью по дряву, если изъясняться другими словами. В рассказе необходимо выразить все коротко, четко, ясно и предоставить читателю какую-то интересную информацию. Вот как раз-таки Чехов умел это делать настолько прекрасно. Даже словами описать не могу. Если всех вообще русских классиков разбирать, Чехов мой всегда был моим самым любимым писателем. Любимой пьесой у меня является «Дядя Ваня» периодами. Это моя настольная книга, я ее перечитываю из раза в раз. Да, все мои знакомые всегда как-то больше склонялись в сторону «Вишневого сада», той же «Чайки», «Трех сестер». Но нет, «Дядя Ваня» для меня просто самое, наверное, идеальное произведение Чехова. И это весьма и весьма трагичная история. И, боже мой, если вы не читали, я не помню, есть ли оно в школьной программе или нету. Вроде бы есть «Вишневый сад» только. Но могу я ошибаться. То обязательно, обязательно исправляйтесь и ознакомьтесь с ним. Также как-то вот у меня лежит сборник рассказов Нила Геймана, когда, в принципе, он, по-моему, там даже ни одного рассказа сам не написал, а собрал небольшой альманах из рассказов Чака Паланька и вот всех вот этих вот писак и в то же самое время писателей современности. Посмотрим, что же там все-таки получится. К Гейману я тоже отношусь весьма и весьма неровно. Некоторые его произведения мне нравились, когда мне было лет 20. Но когда я стала подрастать и даже, бывает, перечитывать некоторые вещи, то мне хочется лишь пожать плечами, развести руками в разные стороны и подумать о том, что, да, вкусы склонны меняться, как в плане игр, так и в плане фильмов, так и в плане книг. Хотя, перечитывая, например, сейчас Драйзера, я нахожу в нем гораздо больше интересного, чем я находила лет в 17. В 17 я всем спиной у рта заявляла, что это мой любимый писатель, потому что никто совершенно не знал, кто такой Теодор Драйзер. И когда я, помню, своей подруге дала почитать американскую историю, она чуть не умерла от скуки, вернула мне этот огромный талмуд, ударила меня по голове и сказала, «Забери и просто никогда больше не давай мне подобного». Но сейчас, знаете, я Драйзера начала любить все больше и больше. Мне нравится его сухой реализм, очень нравится, нравится его стиль письма. И теперь я прям действительно могу сказать, что он один из моих любимых писателей. Да, все-таки время действительно расставляет все по своим местам. И это здорово, ребята. Я надеюсь, что вы тоже читающие люди. А может быть, я попытаюсь вам как-то привить любовь к литературе. Не знаю, получится ли у меня сие или не получится. Хотелось бы, чтобы получилось. Ну что ж, такой вот краткий небольшой экскурс в мою жизнь, наверное, произошел. Сегодня я вам не буду ничего зачитывать. У меня была мысль на самом деле Гармонию Премиум именно прочитать в виде... Видя аудиокниги, некоторые люди у меня просили подобного. Ну, не знаю, не знаю. Я вот как-то застеснялась и подумала, что лучше вы ознакомитесь с ней сами. Ну или изъявляйте желание, если действительно хотите услышать, как я могу зачитывать именно книги. Избегая авторских прав, что сейчас на ютубе очень-очень сильно пропагандируется. Ладно, ребятки, давайте мы с вами будем прощаться. И обязательно до связи, обязательно в следующий раз выйдет... Обязательно, я постараюсь, я попытаюсь убить трех стражей вновь. О боже, они ждут меня. И встретимся в Dark Souls. Давайте, ребята, всем пока и хороших вам летних дней. Пока-пока. Спасибо, что вы у меня есть. Продолжение следует...